МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация в Нагорном Карабахе накаляется. Офшорная бомба. Сотни журналистов со всего мира опубликовали скандальный отчет, раскрывающий, где прячут свои деньги от налогов лидеры некоторых стран, политики и знаменитости. Проанализировали свыше 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Мосакфансека. Она занимается оформлением офшорных компаний. Разоблачительной волной накрыло сотни. На кого и что накопали? С подробностями Тихон Дзятко. Документы первоначально оказались в распоряжении немецкой газеты «Зюдойче Цайтунг». Как? Не сообщается. Но, кажется, этот вопрос уже не так и важен. В расследовании фигурируют офшорные компании жены пресс-секретаря российского президента Татьяны Навке, некоторых депутатов Госдумы и губернаторов. В этих же документах информация об офшоре, основанном президентом Украины Петром Порошенко, под названием Prime Asset Partners. Предположительно, компания создавалась при продаже фирмы «Рошен». Что речь именно о Порошенко, сомнений нет. В материалах копия его паспорта и других документов. Еще один мировой лидер, упомянутый в расследовании, исландский премьер Гюн Лёйксон. В офшорах нашли компанию, основанную им и женой, существование которой он скрывал. Журналисты даже попытались спросить премьера об этом, но он в буквальном смысле слова сбежал от вопроса. Чего вы здесь пытаетесь добиться? Это совершенно недопустимо. Всего в документах информация об офшорных компаниях, связанных с 12 бывшими и действующими главами государств, а также 128 политиками и известными персонами. Среди них президент Аргентины Маурисио Макри. Он вместе с отцом и братом возглавлял офшорную компанию в бытность мэром Буэнос-Айреса. Бывший грузинский премьер Бедзина Иванишвили. Он также владел офшорной компанией, которой занималась Моссак Фонсека. В декларациях ее Иванишвили не указывал. Или семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая тайно владела офшорами в Панаме, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и золотые прииски. Алиев и его жена Михрибан приобрели фирму на британских Виргинских островах, тем самым нарушив запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Ну а пятикратному обладателю золотого мяча Лианелю Месси из Барселоны и его отцу Хорхе принадлежит офшорная компания Megastar Enterprises, зарегистрированная в Панаме. С ее помощью, как утверждается, спортсмен уходит от налогов. Полный список офшорных компаний с Панамского архива и лиц, имеющих к ним отношения, журналисты обещают опубликовать в начале мая. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Без бурной реакции не обошлось. Главы государств, правительств, министры отмалчиваться в этой неудобной ситуации не стали даже те, кто на критику обычно не реагирует. Мнение собирала наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко. Наверное, нет сегодня газеты или журнала, которые не напечатали бы ничего о панамских архивах. Конечно же, в каждой стране концентрируются на своих коррупционерах, своих продажных банках и любителях укрыть доходы. Нечистые на руку политики, деятели культуры и спорта – лишь вершина айсберга. Отмывать деньги помогали крупнейшие финучреждения. Скандинавский банк Нордея, британский HSBC, французский Сосиете-Женераль. Тут не смолчал даже сам президент. Эта информация, эти разоблачения подтверждают, что бороться с неуплатой налогов можно. Вся собранная информация повлечет за собой расследование соответствующих органов. И виновные ответят по закону. Реакции мировых лидеров разделились. Одни осуждают и призывают расследовать скандал. Другие все обвинения отрицают. Пресс-секретарь Путина работу журналистов назвал некачественной обвинение спекуляции без конкретики и деталей. Что-то подобное прозвучало из уст спикера президента Азербайджана и министра информации Пакистана. Семья премьер-министра давно жила за границей. Сын с 1992 года, другой сын с 1997. Все это время они делали карьеру. Ничего странного в работе за границей нет. Они не нарушили закон. Все их доходы декларировались. Вся прибыль была белой. Въезд деликатно ушли от ответа, что в списке клиентов панамских фир один из еврокомиссаров. Мол, фирма его давно закрылась и на работу в Бреселе никоим образом не влияет. В Германии порадовались, что их высокопоставленные чины не попались, но сокрушались в масштабах расследования. То, что существуют налоговые оазисы и офшорные компании, конечно, не ново и сюрпризом не стало. Даже если Германия не в центре внимания сейчас, это не значит, что мы не должны внимательно следить за уплатой налогов. Британцы, признались, тесно работают с панамским правительством. Скоро состоится антикоррупционный саммит, а все обманщики фактически на крючке. Такие события – отличное напоминание для людей, насколько опасно ввязываться в сомнительные аферы. Каждая утечка дает надежду, что все больше мошенников тихо решат для себя. Игра не стоит свеч и станут действовать по правилам. Местные лорды с запятнанной репутацией попытались оправдаться через соцсети, мол, все обвинения беспочвены. А здесь на «Дан Стрит-10» и вовсе сказали «ноу комы». Частные вопросы, а именно связь покойного отца премьера Кэмерона со скандалом не обсуждаются. Оксана Конверенко и Сергей Дубинин. Подробности. Гританское бюро телеканала «Интер». Отреагировал на офшорный скандал и президент Украины. На странице в фейсбуке Петр Порошенко написал, став президентом, отошел от управления активами и передал дела соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Поэтому ждет от них объяснений для украинской и международной прессы. При этом подчеркнул, к декларированию своих доходов, уплате налогов и к вопросу конфликта интересов относится серьезно. И одна из компаний, которая является юридическим советником президента и занимается передачей активов «Рошен» в доверительную собственность, уже выступила с заявлением. Утверждают, создание офшора было единственным путем для передачи компании в так называемый «слепой траст». Соглашение о его создании уже подписано, отмечается в заявлении. Кроме того, юристы утверждают, офшорные компании не открывали банковские счета, никаких финансовых операций не осуществляли. Поэтому обвинения в уклонении от уплаты налогов в адрес президента считают безосновательными. Как и в недекларированных офшорных предприятиях, их уставные фонды не оплачивались, акции не имели номинальной стоимости. Поэтому и вносить их в декларацию не было необходимости, заявляют юристы. И добавляют, даже после передачи активов «Слепой траст» прибыль будут получать не офшорные фирмы, а украинская компания. Поэтому все налоги будут оплачены именно в Украине. Нет претензий к президенту у генпрокуратуры. В ведомстве уверяют, что уже успели проверить информацию о наличии у президента офшоров и не нашли состава преступления. За передним анализом наших фахивцев, будь-якого склада злочина в действиях президента не выявлено. В Генеральной прокуратуре действия президента не подслеждают в соответствии к Конституции Украины. Таким образом, в данном случае действия Генеральной прокуратуры обмежились передним анализом информации. Также мы обратились в Национальное антикоррупционное бюро. Планируют ли они расследовать офшоры президента и что будет с другими фигурантами скандальных финансовых схем? Национальное антикоррупционное бюро Украины не имеет обязательства начать досудовое расследование о чиновного президента Украины. Он не является подслеждающим бюро-особой. Стоясь других людей, сказанных в материалах средств массовой информации, сейчас проводится аналитическая работа с методом установления председателя для проведения досудового расследования. Тем временем глава фракции БПП Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке написал, перед тем, как бросаться подобными обвинениями в адрес президента, нужно ответить на два вопроса. Какой закон был нарушен и какой ущерб нанесен государству? Без этих ответов имеешь дело с пиаром, утверждает политик. Политический кризис в Украине может повлиять на оппозицию голландцев на референдуме. Об этом информагентству Интерфакс заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Тамбинский. По его словам, часть ответственности за результат плебисцита в Нидерландах лежит и на украинской власти. Ведь парламент и Кабмин последние месяцы полноценно не работают, а это, здесь я процитирую, не покажет лучшую картинку Украины. Тем не менее, Тамбинский надеется на понимание голландцев. Я напомню, что референдум в Нидерландах об ассоциации Украины с ЕС состоится уже 6 апреля. Носит он консультативный характер. Оперативный и особо секретный. В Риминской области уже третий день работает штаб полиции. Все из-за столкновений, которые произошли на одном из месторождений на прошлой неделе. Тогда, напомню, старатели забросали спецназовцев камнями. Звучали даже выстрелы. Но стало ли спокойнее и приехали или нет нацгвардейцы в область, все выясняли наши корреспонденты. Райцентр Сарны в самом сердце янтарных территорий в Риминской области. Сегодня днем в интернете появилась информация, что сюда ввели нацгвардию. Это одна из воинских частей, где могут расположиться бойцы МВД. По нашим данным, для них должны были якобы подготовить 90 койко мест. И действительно, представители нацгвардии приезжали оценить условия. К нам вышел заместитель командира части. Тому, что мы приехали и задаем вопросы, не рад. Везти нацгвардию в район заставили столкновения между копателями и правоохранителями, которые произошли недалеко от Клесова на прошлой неделе. На месторождении Персидская гора, где работали копатели, нагрянули спецназовцы. Но на месте никого не застали. Когда возвращались, люди перекрыли им дорогу. Многие были в балаклавах. Спецназовцев стали забрасывать камнями. Были слышны и выстрелы. В райуправлении полиции не на камеру. Нам все же подтвердили нацгвардию в ВИЛИ. Где дислоцируются бойцы, сколько их и какие у них задачи, разглашать не могут. Из-за возможных провокаций со стороны старателей. Несмотря на такие тревожные сообщения, люди, видимо, не собираются прекращать работу. Даже на время. Сегодня только на месторождении Гальбин около тысячи человек незаконно добывают янтарь. Мы следим за этой темой и по мере поступления информации будем о ней рассказывать. Елена Механик, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Ривненская область. Золотых свидетелей хочет видеть в суде бриллиантовый прокурор Александр Корнеец. А именно, судей, принявших решение о его аресте, прокуроров ГПУ, проводивших досудебное расследование, бывшего замгенпрокурора Виталия Касько и главой СБУ Василия Грицака. А вот адвокат другого драгоценного обвиняемого Владимира Шапакина Сергея Казаченко пожаловался суду на физические угрозы и потребовал государственную охрану. Как отреагировали на эти требования служители Фемиды, расскажет Ирина Романова. Сегодня на столе обвинения 23 тома уголовного дела. В них, уверяют прокуроры ГПУ, вся доказательная база на бриллиантовых Корнеца и Шапакина. Первого обвиняют в вымогательстве взятки. 200 тысяч долларов второго в посредничестве. Есть и третий обвиняемый предприниматель Валерий Гибаленко. Все существующие в деле доказательства попросили предоставить на прошлом заседании адвокаты, обвиняемых и судьи. Будем просить долучить до матеріалов судового проведения цих матеріалов, чтобы не вникали сумму, его объективность и всевышенность. Відповідный томик 23 тома. Мы дотречуем против долучения до матеріалов судового проведения, всех матеріалов судового расследования, сколько половина этих операций – это макулатура. Сами судьи материалы еще не видели. Чтобы понять, кто же прав, просят обвинение перечислить все документы. Зачитывание одних только названий протоколов допросов и обысков, ходатайств, фотокопии видео растягивается на полтора часа. Заслушав весь список, суд постановляет. У защиты свое ходатайство. Просят время для ознакомления с ранее неизвестными материалами. Просьбу адвоката Гибаленко суд удовлетворяет, а на очереди уже со своими прошениями адвокат Корнеца и сам обвиняемый. Хотят привлечь со своей стороны два десятка свидетелей – следователей, судей, прокуроров и бывшего замкан прокурора Витания Касько. Самый Касько и Соквареллит отримали замовлення на усунение меня с посади, знаючи, что я мав быть призначен 6 липня прокурором Киевской области. Были и предприниматели, и те, которые добывали незаконно песок, за что меня извиняют в закрытии, начали текорное проведение. Почему в этом списке нет также на то же время генерального прокурора Рашокина, который также знает материалы, я прошу данное колокольное проведение, как перед часом. Что суды делают? Казалось бы, можно переходить к рассмотрению дела по существу. Но тут адвокат Шапакина жалуется. На прошлой неделе на автостоянке обстреляли его автомобиль. А в ноябре сначала в двор загородного дома его родителей бросили две гранаты, потом из квартиры жены украли деньги и оружие. Все уверяет из-за этого дела. Суд уходит на совещание. А мы интересуемся у другого адвоката Шапакина. Были ли в его адрес подобные угрозы? Мне не загрожают в том смысле, что не подрывали мою машину особисто. Но есть другие действия. От нас потребуют конкретных спонуканий до конкретных действий. Какие? Но я не могу вам поведать. Спустя полтора часа суд зачитывает решение. Предоставить адвокату Казаченко госохрану. И назначает следующее заседание на 19 апреля. Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности. Канал Интер. Пятые сутки прокурорского майдана в Одессе. Напомню, активисты стоят возле областной прокуратуры и выступают против назначения на должность главы ведомства Николая Стоянова. Сегодня утром пикетчики заблокировали все входы в здание и выстроились в живую цепь. В итоге сотрудники не могли попасть на рабочие места. Полиция не вмешивалась. Охраняла порядок. Активисты обвиняют Стоянова в коррупции. Кроме того, утверждают, что он подпадает под закон иллюстрации. В ГПУ в ответ парируют. Стоянова в должности одесского прокурора после увольнения Давида Сакварелидзе восстановил суд. Активисты расходиться не собираются. С неожиданным разоблачением выступил сегодня заместитель председателя Одесской обладминистрации Саша Боровик. На своей странице в Фейсбуке он написал, что в Горсовете Одессы 29 депутатов и сам мэр граждане России. Сообщили ему об этом некие патриотически настроенные сотрудники СБУ на условиях конфиденциальности. Боровик попросил президента Украины взять ситуацию под свой контроль, а службу безопасности проверить эти сведения. В СБУ же отреагировали. Сказали, что проверкой занимаются. Уволен начальник полиции Ривненской области. Об этом на своей странице в Твиттере написал глава МВД. Арсен Аваков также сообщил, что вместо Сергея Максимова уже назначен Сергей Князев. Последнее время он работал в Закарпатии. Возглавлял областную милицию. На эту должность Князева перевели после перестрелки в Мукачеве в июле прошлого года. А еще раньше Сергей Князев был начальником криминальной милиции в Донецкой области. Мы знаем, что на заседании Комитета Верховной Ради за вопросом законодательства, что обеспечение правоохранной деятельности минулого тижня его критиковали депутаты саме в этой теме, бурштиновой. Сподіваємось, что Сергей Князев, в переконанной в этом, так же, как он новий влад на Закарпатии по липню 2015 года, зможе більш эффективно працювати у дотриманні закону и законності на Рівненщині. В Закарпатті начался сезон контрабандних полетів. За рубеж поставляють живой товар, а оттуда возвращаются с контрабандой. О последних задержаннях на границе расскажет Марина Коваль. Операцию провели неподалеку от села Турья-Быстрое. Здесь в горах есть поля, где спокойно можно посадить небольшой самолет или дельтаплан. Рядом в Словакии, отсюда до границы всего 30 км. Именно это место и выбрали злоумышленники, чтобы приземлиться на дозаправку. В вертолёте было трое, все граждане Украины. Когда пограничники попытались их задержать, бросились бежать. По информации пограничников, скорее всего, вертолёт использовали для переправки нелегальных мигрантов в Словакию. Местные жители говорят, время от времени они слышат гул пролетающих вертолётов. Но, уверяют, летают не односельчане. У нас таких, кто не есть, бизнесмен уже был на вертолёте, вот так и так. Я с такого не могу. Может, косвитать и щужок, но не из села нашего. Не затримывали никого. Не знаю, не в курсе я. В Турья-Быстрое, у села вы нема гелекортера. Никакого. У нас бедные люди. Один из них местный и хорошо известен пограничникам. Его ловят по подозрению в нелегальных полётах за границу в третий раз. Его подельники, жители Тернопольской и Ивано-Франковской областей, все сейчас дают показания. В прошлом году чопские пограничники задержали шесть летальных аппаратов, которые незаконно пересекали границу со Словакией и Венгрией. Дельтапланы используют для переправки контрабандных сигарет, а вертолётами перевозят нелегальных мигрантов. Марина Коваль, Юрий Ковалёв. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Надежду Савченко могут этапировать в одну из колоний Мордовии уже завтра. Ведь в 12 ночи истекает апелляционный период и приговор вступит в силу. Сегодня нашу соотечественницу в СИЗО последний раз посетили родственники. Данил Русаков знает все подробности. Меньше четырёх часов до вступления в законную силу приговора по делу Надежды Савченко. Чуть больше до начала сухой голодовки. Она начнётся послезавтра. Украинскую пленницу в Новочеркасском СИЗО сегодня посетила сестра Вера и адвокаты. По словам защитников, они пытались убедить депутата Верховной Рады и делегата ПАСЭ подать апелляцию. Последний срок сегодня без обжалованного решения первой инстанции. Европейский суд по правам человека рассматривает дело лётчицы. Однако Надежда на такое предложение ответила решительным отказом. Сразу после оглашения сроков заложница заявила, она намерена дождаться возвращения в Украину. И в бюрократических интригах с местной властью участвовать не будет. Оно расстроено достаточно решительно. Её требования это медленное освобождение. И она намерена бороться вплоть до своего освобождения. Украинских врачей к Надежде не допускали. Единственное исключение, она разрешила взять кровь у неё на анализы. Об обмене Надежды Савченко по-прежнему никакой информации нет. По словам адвокатов, переговоры на сей счёт идут, но их содержание держится в тайне. Несколькими днями ранее в российской прессе появилась информация. Это предложение от неназванного источника в Кремле. Якобы Савченко хотели поменять на приговорённого к 25 годам тюрьмы в США и россиянина Виктора Бута. Суд в Нью-Йорке признал его виновным в торговле оружием с террористами. Впрочем, позже американские дипломаты такую возможность категорически отвергли. Московская администрация пока ничего не заявляла о своём желании обменять надежду на двух ГРУшников, Ерофеева и Александрова. Напомню, такое предложение сделал президент Пётр Порошенко сразу после вынесения скандального приговора украинской лётчице. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Двое украинских военных попали в плен недалеко от Горловки. Подробности в штабе АТО пока не сообщают, чтобы не навредить бойцам. Тем временем боевики продолжают нарушать минские договорённости. Шесть вражеских миномётных обстрелов за последние сутки зафиксированы в районе Авдеевки. О ситуации там расскажет наш военный корреспондент Ярослав Кречко. Авдеевская промзона остаётся самым горячим местом в зоне АТО. Здесь бои продолжаются даже днём. Чёрный дым в небе от разрывов вражеских гранат. Боевики используют снаряды, которые взрываются в воздухе. Осколки от них разлетаются на несколько десятков метров. Это воздушная РБГ-7 называется. Короче, ребята, вы не предупреждайтесь, но я в баню. На корточках, рассказывают бойцы, они передвигаются здесь даже в часы затишья. Снайпер здесь постоянно сидит. Я здесь два месяца, он постоянно там сидит. Интенсивность боёв в районе промзоны в эти дни немного снизилась, но боевики не прекращают попытки выбить оттуда украинских военных. Вот и нынешней ночью противник пошёл в атаку. Там есть здание, где они сейчас засели. Наши силы пытаются сейчас их туда вывить. Пока одна группа боевиков атаковала непосредственно промзону, вторая попыталась зайти украинским бойцам в тыл. Не получилось. Был бой, заходили они сюда у нас, по балке. Там вот идёт дорога, которая ведёт на промзону. Они хотят отрезать, получается, нас отсюда выбить, чтобы наши люди не смогли выйти с промзоны. Несмотря на постоянные обстрелы боевиков, люди, которые фактически живут на линии огня, взрывы и стрельбу как будто не замечают. Николай Иванович, например, взялся подлатать дом, а жена хозяйничает во дворе. Это ещё более-менее... На улицу нельзя выйти. А бывает, что очень... Соседы в рак, прямо ночью в постели. Это... это ещё... Так. За неполных два года война для таких людей стала частью жизни. И по звукам взрывов они почти наверняка определяют, нужно бежать в укрытие или рванёт где-то там, в нескольких сотнях метров. Ярослав Кричко, Игорь Сулий и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. В Нагорном Карабахе уже третий день продолжаются бои. На линии фронта непризнанной республики сошлись азербайджанская и армянская армии. С обеих сторон активно применяют тяжёлое вооружение. Погибли как минимум 36 человек. Среди них и мирные жители. Более 200 получили ранения. Последние 22 года здесь действовало перемирие. Ситуация резко обострилась в ночь на субботу. Кто спровоцировал масштабные боевые действия, непонятно. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга. Завтра в Вене соберётся минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Встреча пройдёт на уровне послов стран. Вот что говорят эксперты об эскалации конфликта. В последнее время, где-то уже даже год, вооруженные силы Армении регулярно совершали провокации против гражданской населения, Азербайджанской республики, с ползванием маликалиберных и крупнокалиберных вооружений. В результате погибали гражданские люди, в смысле азербайджанцы. Хотя несколько раз президент Азербайджана, господин Илхамалиев, потом министр обороны и другие официальные лица сказали, что предупреждение сделали, сказали, что не надо так, они же гражданские люди, они не военные. Но безрезультатно. Азербайджанская армия начала наступать на позиции армянских подразделений, которые стояли на позициях на горном Карабахе. И, повторяю, об этом признаётся сам посол Азербайджана. Накануне президент Азербайджана Илхамалиев пообещал прекратить огонь в одностороннем порядке, но вот буквально час назад министр обороны страны отдал приказ в случае непрекращения огня со стороны армянской армии быть готовыми к применению на горном Карабахе всех тяжёлых боевых средств, которыми располагает азербайджанская армия, включая ракетно-артиллерийские войска. Конфликт между Азербайджаном и Арменией – один из самых затянувшихся на постсоветском пространстве. Он начался ещё в 1988-м, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994-м году страны подписали перемирие, положившее конец войне в регионе, в результате которой погибли 30 тысяч человек. Непризнанная республика Нагорный Карабах – это 11,5 тысяч квадратных километров, 137 тысяч населения. Азербайджан считает по-прежнему территорию своей. Мировое сообщество призывает страны к мирному разрешению конфликта. А на стороне Азербайджана в этом конфликте уже Турция, Пакистан и Иран. Они успели выразить свою поддержку после последнего обострения ситуации. ЕС и Турция начали обмен беженцами. Кого на кого меняют? И почему политики уже назвали эту операцию прорывом, а правозащитники – позором для Европы? Всё расскажет Татьяна Лагунова. На автобусе в порт, затем дальше на паромах и катамаранах. Первые беженцы, которые нелегально прибыли из Турции в Грецию, возвращаются обратно. Сегодня греческие острова покинули почти 200 человек – граждане Бангладеш, Пакистана и Марокко. То есть те, кто не может претендовать на получение статуса беженца в ЕС. Всех прибывших зарегистрируют. Если у нас есть договор о реатмиссии со странами, откуда они прибыли, или наши двусторонние отношения предусматривают такую возможность, людей отправят домой. Если же будут беженцы из Сирии, их разместят в лагерях. Беженцев из Сирии не только разместят, но и пересчитают. За каждого возвращенного из Греции мигранта Евросоюз легально примет из Турции одного сирийца. Первые группы сегодня уже прибыли в Германию. О схеме обмена мигрантами Евросоюз и Турция договорились еще в середине марта. Европейские политики сразу же назвали это соглашение прорывом. Мол, оно поможет остановить поток нелегальных мигрантов в Европу. Впрочем, такой оптимизм разделяют далеко не все. Это соглашение – позор для Европы, говорят правозащитники. Мол, процедура больше похожа на обмен людьми. Активисты призывают рассматривать каждый случай отдельно, несмотря на то, из какой страны прибыл человек. И сомневаются, что Турция сможет обеспечить должное соблюдение прав беженцев. Соглашение в его нынешней форме только навредит этим бедным людям. Они уже травмированы. Тем временем нелегалы продолжают прибывать из Турции в Грецию. Сегодня, в первый день вступления в силу соглашения об обмене, греческая береговая охрана спасла более 200 человек, которые плыли на Лесбос на небольших судах. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Продолжаем подробности. И вот что узнаете из второй части выпуска. Жертвы платежек. Во что превращается жизнь тех, кто не платит за услуги ЖКХ? Беззащитные защитники. Как в Киеве толпа брала штурмом отделение нацполиции. Когда тара дороже товара. 40 миллионов гривен на полиэтилен потратили на предприятии «Артем Соль». Тендер на поставку выиграли три предприятия. Кто нажился на государственном заказе, попытался выяснить Кирилл Ющишин. Информация о тендере появилась на официальном сайте вестника государственных закупок. Заказ на 40 миллионов гривен разделили между собой три компании из Днепропетровска, Вольногорска и Херсона. В интернет-магазинах упаковочные мешки можно найти дешевле и не тратить такие большие деньги. Но на госпредприятии «Артем Соль» уверяют, им нужна особая упаковка. Вы понимаете, что у мешков размер и емкость мешка, это не все показатели, которые говорят о том, что мешок. Мешок такой. Есть еще поверхностная отлотность, есть еще и масса мешка, и количество ниток, и другие детали. Понимаете? То есть невозможно сравнивать с несравнимым. Пообщаться с руководителями Днепропетровского предприятия, которое поставляло упаковку на «Артем Соль», не удалось комментировать. Что-либо там отказались. Зато нас пустили на херсонское предприятие, где производят полиэтиленовые мешки. Говорят, сотрудничают с «Артем Солью» не первый год. И в этом году поставили свою продукцию даже дешевле, чем в прошлом. Мол, сырье упало в цене. Хотя и признали, их продукция несколько дороже, чем подобное в интернете. И объясняют, мол, это из-за особого качества. В полипропилен добавляют мел. Мел на рынке стоит в два раза дешевле, чем полипропилен. По нашей технологии максимально то, что добавляет компания «Молты», и то, что разрешает производитель, это 5%. Максимально. А вот некоторые производители добавляют туда 30%. Соответствующим образом, этот мешок может стоить на половину, на 10% дешевле. Впрочем, если херсонское предприятие является довольно известным экспортером, и в вопросе тендера все точки над «и» расставило, то остальные два предприятия торгов вызывают сомнения. И если играют по-честному, то почему избегают общения с журналистами? Кирилл Ющич, Шнабаган Иванов, подробности, телеканал «Интер», «Херсон». В Минздраве договорились о сотрудничестве с индийскими производителями лекарств. Недавно там второй раз заседала украинско-индийская профильная рабочая группа. Индийская сторона презентовала системы госконтроля качества своих препаратов. Вместе договорились, как можно скорее подписать меморандум между странами в сфере фармацевтики. А в ассоциации индийских фармпроизводители уже заявили, поставляют медпрепараты в более чем 150 стран мира и готовы продавать свои лекарства Украине дешевле иностранных аналогов. Некоторые думают, что чем дороже препарат, тем эффективнее. Это неправда. Наша миссия – это поставлять качественные препараты доступной цены. Они имеют все международные аккредитации. Американские ФДЕ, европейские регуляторные органы, австралийские ТДЕ, производственные базы, одобрены украинским регуляторным органом госдекслужбы. Принуждение к оплате. В Днепропетровске сформировали черные списки должников за коммунальные услуги. Все, кто попал в них, например, становятся невыездными. А какие еще неприятные сюрпризы могут ожидать неплательщиков, выясняла наша съемочная группа. В департаменте жилищного хозяйства своим ноу-хау откровенно гордятся. Подтверждают, списки должников, которым запрещено покидать территорию Украины, действительно есть. В них 352 человека. Минимальный долг 8 тысяч гривен, максимальный 46. Коммунальщики божатся. В списки вносили исключительно зажиточных горожан. Всех их, мол, предупредили и теперь ждут, когда те придут платить. Это такой самый действенный метод. Человек, когда выезжает за границу, это уже говорит о том, что ему есть за что поесть, ему есть за что одеться, заправить машину. Горожане же растеряны, интересуются, кто и как определял степень состоятельности должника. А может быть, за рубеж он едет по работе? Если человек едет заработать и долги отдаст, надо разбираться конкретно. Сейчас подняли эти тарифы, конечно, люди с нашими зарплатами не смогут их оплатить. Впрочем, в списке не единственный рычаг давления на должников. Еще зимой в одном из коммунальных предприятий города заявили, из-за долгов наложили арест на целых 36 квартир. Мол, исполнительная служба уже готовится в них входить и забирать. Они уже, если входят принудительно, впиливаются двери с позиции силы, заходятся в квартиру, описываются все имущество, арестовываются автомобили, если он есть. Вот правда, ни единого человека, у которого таким образом забрали бы квартиру, нам найти не удалось. Как и людей из так называемых невыездных списков. Юристы не исключают. Это не более чем попытка психологически надавить на должников. На практике процедура есть, порядок есть, норма закона есть, но исполнить ее не так-то просто. Мы должны понимать, что мы тогда нарушаем ряд других норм на свободу передвижения. Проверить, действительно ли коммунальщики вводят санкции или откровенно блефуют, можно будет уже в конце этой недели. Ожидается именно к этому времени. В списке невыездных должников окажутся у пограничной службы. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. Тарифы довели до бунта в Харькове. Ветераны АТО с самого утра пытались прорваться внутрь Харькова Облэнерго и заблокировать его работу. Требовали пересмотреть тарифы на электричество. По мнению бойцов, в стране происходит так называемый тарифный геноцид. Ведь заплатить по счетам не в состоянии даже семья, где работают двое взрослых. Представители компании предложили атошникам создать спецкомиссию и сесть за стол переговоров. А на заседание пригласить представителей нацкомиссии по регулированию энергетики. Компания Харьков Облэнерго, как и любая другая энергораспределительная компания, не занимается тарифообразованием. Нам тарифы доводятся. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. И мы их выполняем. Наша позиция следующая. Наложить мораторий на поднятие тарифов. Создать комиссию из общественности, представителей НКРФ, Кабмина. Для того, чтобы разобраться, насколько обоснованы эти тарифы на сегодняшний день. Напомню, цены на электроэнергию выросли с 1 марта. Минимальный тариф взлетел на 25%. Сейчас люди начали получать первые платежки. Семья, которая потребляет до 600 кВт в месяц, заплатит около 1 гривни за кВт. С сентября в НКРФ планируют еще повысить стоимость электричества. Мариупольское направление. Широкино под огнем артиллерии. За текущие сутки боевики дважды били по поселку и позициям украинских морпехов вокруг из тяжелых минометов. Сегодня там побывал Руслан Смещук. И вот последние новости из самой горячей точки Мариупольского сектора в его материале. Западная окраина Широкино. Периодически из пустого и разрушенного поселка раздаются автоматные пулеметные очереди. Это диверсионная группа противника. Заходя из соседней Саханки, атакуют позиции украинской армии. Впрочем, доходит тут и до калибров посущественнее. Так сегодня ночью и днем противник атаковал позиции украинских солдат из 120 и 82-мм минометов. За текущие сутки минометы по Широкину били дважды. Вначале ночью ближе к утру, а потом днем. Проснулся до того, что 3-4 выхода было. 82-й возле нас падали. И 120-й в селе падали. Зарывались минометы, что свечи тухли у нас. Сидели в подвалах. Прорывы бывают дороги. Небольшие диверсионно-разведывательные группы боевиков проверяют украинскую оборону на стойкость. Пользуясь затишьем, морпех с позывным «Лима» ведет нас к месту, откуда диверсанты атакуют чаще всего. Вот та двенашка. Это звезды до нас каждую ночь, приходят гости. Два-три дорогие заходы. Мы ведем по ним в огонь. В огонь тихенько. То есть, как разведка боем идет. Пришли, подавилися и ушли. Сейчас в Широкино серая зона. Жителей нет, дома разрушены. Везде воронки, уничтоженная техника, брошенное укрепление боевиков. Все плотно заминировано. И очень много неразорвавшихся снарядов. Это 120-го калибра мина. Вагает 16 километров. За хвостовой китик. То есть, самое ее тело, все в земле. То есть, даже зацепите. Если же говорить о ситуации в секторе М, в целом, здесь очередное обострение. Обстрелы ведутся довольно длительное время. Используются минометы калибром 120 миллиметров, 82. В том числе, ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра. Это говорит о том, что боевики подтянули на Мариупольское направление тяжелое вооружение. Это районы населенных пунктов. Докучаевска, Минтерного. Не исключено, в ближайшее время на этих направлениях боевики могут попытаться перейти в наступление. Но украинские военные спокойны. Встретить есть чем. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Топонимический флешмоб в Кировограде. Горожане инициировали акцию «Спроси у меня, как назвать мой город». Люди фотографируются с соответствующим тегом и выкладывают фото на своей страничке в Фейсбуке. Флешмоб стартовал после того, как комитет Верховной Рады уже во второй раз выбрал для Кировограда новое имя. В первый раз это был Ингульск. Тогда это вызвало волну недовольства и протестов горожан. Поэтому от такого названия отказались. Теперь же комитет рекомендует депутатам вариант «Кропивницкий». Напомню, осенью в городе проводился общественный опрос. Победило тогда историческое название «Елисаветград». Но вот в комитете Верховной Рады от него отказались. Из-за имперских корней. «Самое главное, чтобы название города определили сами жители города Кировограда. Какое имя они хотят городу. Для этого мы предложили определенную дорожную карту. Она состоит из пяти пунктов. Но самый главный пункт – это создать условное консорнцию из ведущих социологических компаний киевских, чтобы они провели исследование в городе, на каком названии настаивают или хотят большинство кировоградцев. Это самое главное». Массовая драка в Соломенском райоделе Киева. Больше 20 человек пытались взять здание полиции штурмом. Подробности выяснял Вениамин Трубачев. «Эта история началась с обычной проверки документов. Патрульные остановили автомобиль. За рулем был мужчина. Его зовут Вячеслав. Но он отказался показывать свои права и техпаспорт. «Правил дорожного движения не нарушал, а значит, не обязан этого делать». Завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что на парня надели наручники и доставили в райотдел полиции. Во время задержания еще и разбили лицо. «Один держит меня здесь за плечи, два сзади. Меня, получается, не успели удержать, и я асфальтом в море, ну, типа, лицом в асфальт. Я им объяснял. Я говорю, вот если я нарушу, да не вопрос, я вам покажу документы, права, все, что нужно. Ну, а поскольку я не нарушил, зачем я должен показывать, тратить свое время?» Вячеслав успел позвонить друзьями, рассказать, что случилось и где он находится. Буквально через час к зданию полиции приехало два десятка молодых людей крепкого телосложения. Они представились активистами организации «Дорожный контроль Украины» и пытались ворваться в здание полиции, чтобы освободить товарища. По их мнению, его удерживали незаконно. Вот кадры с камер видеонаблюдения. На них хорошо видно, как начинается толкотня и драка. Защитить себя самостоятельно полицейские не смогли. Правоохранительство вынуждено было выкликать специальные подразделицы для стабилизации ситуации. Двое прибылых человек прорвалось в административную будильнюю полиции. При этом нанесли тлесное ушкоджение правоохранительству, которое находится в правооконании службовых обоисков. В результате Вячеслава и всех дебоширов отпустили, но начато досудебное расследование по статье об угрозах или насилию в отношении работников правоохранительных органов. Наказание за такое до 5 лет лишения свободы. Вениамин Трубачёв, Сергей Ведмить и Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Художественная галерея в глубинах Атлантического океана и откровенный фестиваль в Японии. Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. В Новой Зеландии грабитель обокрал дом, накрывшись детским одеялом. Пробираясь из комнаты в комнату на корточках, преступник вынес деньги, украшения и другие вещи. При этом понять, кто же пробрался в дом, сложно. На видео с камер наблюдения видно лишь, что под одеялом молодой худощавый мужчина. В Великобритании женщина-водитель умудрилась съесть пасту по дороге в аэропорт. Одной рукой она держала вилку, другой тарелку и поглощала еду на скорости 80 км в час. Красотка даже не заметила, как двое мужчин на автостраде сняли её обед на видео. Помочь найти опасную автомобилистку своих читателей попросила британская ежедневная газета Daily Mail. Массовую драку под душками провели в центре Нью-Йорка. Сотни жителей города и туристов дрались ради развлечений и сбора средств на благотворительность. За участие во флэш-мобе каждый желающий должен был заплатить по 10 долларов. Собранные деньги потратят на помощь беспризорным детям. Поминать усопших домашних питомцев взяли за моду в Китае. По традиции в день поминовения, праздник Циньмин, миллионы китайцев посещают кладбище, чтобы почтить умерших родственников. Но в последние годы, кроме членов семей, в Китае всё чаще проведывают ещё и похороненных домашних любимцев. Могилы украшают, оставляют на них корм и любимые вещи животных. Три огромные скульптуры фалоса пронесли в японском городе Кавасаки. Там прошёл праздник Канамара Мацури. Его японцы традиционно отмечают в первое воскресенье апреля, чтобы почтить бога плодородия. Особенно популярен фестиваль среди туристов. Они охотно покупают тематические сувениры, сладости и учатся вырезать овощи в форме детородного органа. В национальном заповеднике Флориды открылась необычная выставка. Галерея расположена среди рифов на затопленном военном судне. Здесь представлены десятки фотографий австрийского художника Андреаса Франке, известного работами о затопленном мире. Чтобы увидеть подводное искусство, смельчакам придётся нырнуть на 27 метров в глубины Атлантического океана. Ну вот теперь вы знаете и самые главные и самые интересные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся в этой студии уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok